Некачественная пиротехника – одна из главных опасностей в новогодние праздники. Зачастую фейерверки без сертификатов продают с рук. Чтобы обезопасить анапчан, управление торговли ежедневно выявляет нарушителей и составляет административные протоколы. В преддверии Нового года и во время праздничных выходных ролеты с пиротехникой и контрафактным алкоголем встречаются чаще. Муниципальные службы составляют графики дежурства и будут работать в штатном режиме. С целью обеспечения безопасности населения в рамках проводимых праздничных мероприятий в составе рабочей группы усилить контроль по проверке качества и безопасности реализации пиротехнической продукции. Нам нужно, чтобы управление торговлей работало все праздничные дни. Не все. Дежурных выделите. Чтобы контролировали ситуацию с несанкционированной торговлей. Это вот по пиротехническим изделиям. Начнутся мандарины, носки вязанные. Понятно, да? Все праздничные дни и первого, и второго, чтобы были ответственны с МОН-контроля. Задача первостепенной важности безопасности анапчан. Юрий Поляков поручил усилить контроль в городе и сельских округах в новогодние каникулы. В домах культуры, школах и детских садах запланированы десятки концертов и утренников. Что касается задач на эту неделю, то управление образованием провести новогодние утренники в образовательном учреждении с обеспечением всех правил и норм безопасности проведения. Также организовать и провести все выезды наших детей на всевозможные мероприятия в городе Краснодаре на Ёлке и Казачью, и ЗСК. Также на этой неделе наши дети едут в Артек, тоже обеспечить все мероприятия безопасности. У вас масса мероприятий, новогодние праздники. Это мероприятия в учреждениях и культуры, и образовательные, и подарки вовремя всем раздать, чтобы дети наших жителей были все с подарками. То есть вот это на эту неделю вам самый серьезный контроль в плане безопасности проведения всех этих мероприятий. В разгаре общегородской конкурс на лучшее новогоднее оформление. По предложению главы отмечены будут не только предприятия санаторно-курортного комплекса, но и руководители ТОС, украсившие свои дворы и дома. Также на планерном совещании были подведены итоги работы с социальными объектами. В хуторе Чекон в офисе врача общей практики завершили укладку тротуарной плитки. Идет монтаж сантехники, документы на сдачу здания готовят к эксплуатации. Завершаются работы в новом спортзале 21-й школы, а в детском саду Лазурный идет тестирование отопительной системы. Сегодня крайняя планерка у нас. Хочу поздравить вас всех с наступающим 2019 годом. Верю в то, что работать будем лучше, чем в 2018 году. Сделаем больше, потому что мы все это делаем для нашей любимой Анапы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.